Без дыма, без огня в Нижневартовске прошли пожарно-тактические учения в крупном торговом центре. По легенде, загорелся магазин бытовой техники. Насколько оперативно справились с поставленной задачей спецслужбы, расскажет Кирилл Волконский. Подобные учения с привлечением пожарных, скорой помощи, полиции, ГИБДД в Нижневартовске просто необходимость. В этом же торговом центре буквально пару месяцев назад произошло возгорание, но оно было уже реальным. Тогда с огнем, который уничтожил систему вентиляции одного из ресторанов, сотрудники торгового центра справились своими силами. Десять часов утра, время открытия, но в торговом центре уже более полутора сотен человек. Обслуживающий персонал, продавцы, покупатели, в том числе с полсотни детей. По тревоге служба охраны выводит посетителей сотрудников из здания. Эскалаторы, траволаторы, лифты блокируются автоматически. Система безопасности оповещает, где занялось и распространилось условное пламя. Все действия, включая звонок в пожарную службу, проходят одновременно. В очень короткий срок эвакуировали все. У нас данные мероприятия регулярно отрабатываются. Инструктажи каждое утро в 8 утра проводятся. Поэтому все службы безопасности и охрана знают порядок своих действий. 13 единиц спецтехники, 55 человек личного состава на место вызова, несмотря на загруженные автомагистрали, прибывают вовремя. Гарнизон, который прокладывают рукава, по ним впоследствии должны подать воду для тушения, параллельно ищут пострадавших и заблокированных огнем людей. Сегодня их роль выполняют сами пожарные. Правда, как выясняется, вывести человека из здания полдела. До кареты скорой помощи полторы сотни метров. Статист в сопровождении огнеборца преодолевает их сам. В реальности пострадавшего несли бы на носилках. У нас есть условно зона непосредственно ведения боевых действий, на территории которой запрещено нахождение техники, которая не задействует непосредственно тушению пожара. Условный пожар в 190 квадратных метров локализовали и потушили вовремя. Разбор оперативным штабом действий расчетов нарушений не выявил. Подобные учения в этом же центре будут проводить и в будущем. Здание меньше, чем за год подверглось серьезной перестройке. Здесь откроются новые торговые площади. Планировка усложнится, а значит и требований к безопасности посетителей станет больше. Кирилл Волконский, Александр Титаренко, Вести Югория, Нижневартовск.